так еще раз всем здравствуйте переносимся мы по мановению волшебной палочки естественно куда домой все домой все в дом все в семью был фламаркт вам представлен в городе ашафенбург замок йоханнесбург в общем все на месте замок пока на месте хотя недавно у нас тут рядом с вирсбургом швайнфорте взорвали окончательно атомную станцию ну то есть эти вот культур мы то есть эти вот эти охлаждающие такие трубы которые мы наблюдали когда по семерочки едешь и по 70-му то всегда эти башни которые были по 125 метров но теперь их взорвали это была современнейшая атомная станция дает такую справку которая всего 50 лет я даже бывал на территории на экскурсии очень интересная вообще объект но теперь его уже нет вот поэтому замок яханнесбург пока еще там это очень даже неплохо вот такие вот шикарнейшие рельефные вот великолепные вещички мы приобрели это все оттуда это все с историей чайницы в общем как мы обычно все это любим как мы это и делаем вот интересная такая ваза веджут замечательная аппликация вот такая вот бисквитная это признак вы джуда все и все есть все написано все красиво смотрите сюжеты мальчик собачка и там это охотник наверно ведет какой-то диалог он не объясняет что надо сидеть тихо и и не отсвечивать вот дома с собачкой тоже обращается к собачке соответственно свои мысли не излагает собачка все очень хорошо понимает так но здесь ангелок здесь все понятно еще один ангелок очень видите такие вот короче ангельская такая вазочка и довольно интересная сюжет видите мальчик собачки объясняет и девушка что говорит о том что животное это братья наши меньше они нас всегда понимают именно понимают так как положено они иначе никаких кривотоков вот такая шикарная не побоюсь этого слова конечно вазочка в это вот интересная цветовая гамма была выбрана такой такой огурчик такой уже бочковой такой да немножко но все равно это очень приятно вот всегда лимош никогда мы мимо не пройдем алена увидела и приобрела шикарная ваточка кстати золотая роспись очень очень четкая любовный мотив средневековье невзирая что средние века народ не очень себя соблюдал с точки зрения гигиены но тем не менее была любовь были чувства невзирая на все эти какие-то мелочи все все шло своим череду вот такая лимошская красивая вазочка 22 карата гольд вот вот такая группа вот попалась очень красиво это линдер линдер знаете это мануфактура которая все больше и больше становится популярной как прочим и другие но вот не хочу называть страны в которых популярная эта мануфактура ну потому что во всех странах и и даже в южной америке так что и чего здесь удивляться большая ваза высотой 26 или 27 сантиметров типичная луковичная форма которую нам предлагают линдеровцы вот смотрите какая прелесть у даже есть какие-то еще наклейки но они нам и не нужно мы так видим что это линдер кстати очень легкий фарфор это уже история шикарно это русская ручная роспись как бы там не хотели злопыхать или называть на все деколем ну извините мы стараемся если уж покупать чего-нибудь у нас пока еще есть возможность еще выбор есть еще порох есть поэтому желательно покупать что-то естественно ручной росписи мастер сидел кисточка все сосредоточился все написал красиво смотрите какой шикарный гарнитур подсвечник глаза и огромная ванну ну просто вот прелесть да настолько это все захватывает я вам показываю сейчас вот эти штрихи эти маски мастера вот эти вот художественные такие вот красоты какой букет это ваза крупнее поэтому художник решил добавить цветов добавить так сказать но с розы и получился шикарный букет такая вот розетка всегда в основном не всегда но в основном блин днера на фоне кобальта очень качественно кобальт знаете как бы там не крути не верти но просто это изумительное изобретение потому что он всегда дает такой фон на котором великолепно смотрятся всякие реалистичные картины господа в основном реализм в основном редко когда там какой-то стиль наив это увелируя с богом или там у розенталя может быть на тарелках но линдер они любят реализм и вот и в этот в этом случае мы это видим как нельзя лучше вот типичная такая вот ни одна неоднозначная окружность жерла так называемая жерла этой вазы в хорошем смысле этого слова она никого не сжирает это просто жерло такое вулкана вот она здесь есть и в этой вазочки тоже вот огромная красивая ваза линдмер поверьте встречается очень редко в дикой природе но будем надеяться что мы эти вещи будем конечно же еще и еще еще покупать того же и вам желаем кстати подписывайтесь на цен мало ли вдруг youtube закрою всякое бывает она за не будем заливать нормальные сюжеты почему бы нет джен работает неплохо но говорят в странах балтии он медленный ну в странах балтии принципе youtube наверное работает быстрее поэтому как то знаете все в природе компенсируется так и вот еще одна ваза линднер огромная 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 45 сантиметров то есть таких огромных вас мы еще от линднера не покупали вот не хочу поднимать поверьте там есть марка линднер на дне так что поверьте на слово это огромная шикарная красивая ваза в идеальном состоянии мечта не буду называть ее напольная настольная это все такая глупость я вам скажу вот это только вы знаете вот смуту какую-то вот в разводить вот что это на пол ставить или на стол я считаю говорится хозяин барин захочет поставить на стол захочет на пол ну естественно нужно определенная подкладочка очень устойчивая ни в коем случае не на плиточный пол ну что мне вам говорить господа вы знаете все сами вот такая огромнейшая шикарная ручной работы здесь золото кобальт ночью это просто прелесть 45 этого за где-то 27 вот так вот ну и соответственно сами видите мы сравниваем все они конечно шикарно ведь какой подобрался сегодня ансамбль иногда вот шкатулки идут табунами а иногда вазы косяками тут не угадаешь вот такой был косяк хорошем смысле слова такой косяк летел на юг вот этот вот вожак стаи ну и остальные птицы вот так что вот такой у меня был обзорчик после фламартовский пост после пост фламартовский синдром такой вот я вам показал великолепные вазы кстати в отличнейшем состоянии что не не может не радовать а и чтобы огорчать недоброжелатели они же всеми хотят какие-то недоброжелания какие-то вот и продуцировать она мы не позволим не в нашем случае у нас все все ходы записаны это шутка не обращайте внимание поэтому дамы и господа будьте здоровы пускай у вас будет мир и благополучие берегите себя не нервничать покупайте вот такие красивые шикарные настоящие кстати немецкие вазы ну и не только немецкие всем пока и до новых встреч значит дзен ну youtube подписывайтесь не переживать я думаю youtube никуда не денется но будем будем во всеоружии до свидания